Единый Вечный Учитель, мы к Тебе обращаемся, ища благословения Твоего. Научи нас проникать в таинственный смысл слов, которые разрек Дух Святой для нас в Святой Библии. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Не наступи там сюда. Субтитый, да. Послание святого апостола Павла к римлянам, 15 глава. С 10 по 12 стих. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. И еще, хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. Исайя также говорит, будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. На него с большой руку. Толкование. Привел все эти свидетельства в доказательство того, что призванные из язычников должны жить в единении и быть в единомыслии с пришедшими из иудеев. Смиряет, чтобы не превозносились предпризванными из язычников, ибо их призывали все пророки. А призванных из язычников опять убеждает не надмиваться, показывая, что они более обязаны Богу, как получившие большую милость. Ибо они, не будучи народом, соединены с народом. Слова «Буду славить тебя между язычниками» сказаны от лица Христова вместо слов «Проповедую тебя, Отчим народа». А слова «Будет корень Иесеев» сказаны вместо того «От корня Иесеева вырастет тот, кто восстанет владеть народами», то есть Христос. Вопросы научите задавать. Я Виктор Андреевич сейчас прошу. Скажи, вот если тебе принесли там, ну где-то на кладбище-то там мы пришли, братские могилы, тебя расстреливали, НКВДшники кого-то, разбросаны черепа, ребятишки-панарики вставляют, от свечки-то и бегают по городу, играют. Одни кости, огромный, как вот этот дом, эти, ямы, провалы, провалы там. Ну я пошел в КГБ, заявил, и там память стоит сейчас, мемориал стоит. Вот тебе принесли три черепа. Ты можешь определить примерно по черепам, какой национальности эти люди, умные они или не умные? Я нет. Нет. А кто может у нас? Где у нас? В России. Я думаю, что могут. А кто? Где эта такая наука проходится? По черепу определить нации и проще? Сейчас делают. Делают генетические различные исследования. То есть это сейчас очень развита наука. Поэтому я могу только предположить, что могут, а достоверно не могу. Ну теперь я отвечу. В третьем рейхе у Гитлера это знал любой лаборант. А он врач с высшим образованием не знает. А почему не знает? Да нигде не изучают. У них главное было доказать, что нарктическая раса единственная в мире призвана господством. Голубоглазая, русоволосая, все было поставлено. И череп каждому измеряли. И восьминцами, которые там люди эти должны были погибнуть, они все замерялись из черепа. И вот они захватили какое-то село, который, ну друг которого, у Менделе. Он говорит, ты там будешь в России, это там поглядые такие, которые умалишенные. И мне эти черепа, ну вот уже такие. А вот он глядит, а что-то необычный такой человек. Он, наверное, вызывает, вот уже его голову снимает, вываривает ее все это, вытряхивает, отделывает ее и череп ему отсылает. И те показывают, вот они русские нелюди. Посмотрите, какой череп, какой размер, какая лобная часть. Они для этого в Тибет поехали везде. Вот это все заложено в этих стихах. Евреи знают, что они избранные Богом. А остальные гои. И семя гои, и семя скота одно и то же. Или хуже даже. У них все это написано, шурха на руке. И вот апостол Павел говорит, а как же, а я ему доказать не могу, у меня исследований нет. Евреи, может быть, воспользуются какими-то данными там из Третьего Рейха, но я-то не могу, я не говорю о всех, кто думает этой наукой заниматься-то, по черепам. Апостол Павел говорит, ну вы читаете, закон можете, да? А как же он говорит, возвеселитесь, язычники. Как они возвеселятся, если не определят? Значит, они ничем не хуже других. Они годны не только здесь управлять, но они в раю будут. Дальше. Второе место. Третье. Он говорит на книгах, которые они признают. Гитлер этого не признавал. Если бы он христианца Гитлер намертво отметал, хуже Сталина был. А вот теперь сегодняшним евреем, который возвышается над всеми, для этого Чубайса, это голова. А он говорит, да если бы Достоевский попали в струны, я бы с зубами взорвал его всего. Это Чубайс. Ну, он превосходство перед Достоевским даже чувствует. А апостол Павел не чувствует. Природные евреи из евреев. И говорит, язычники призваны быть. А раз они призваны ничем не хуже, Бог признал их действительными. И поэтому наука превосходства одной нации над другой. Как называется? Это не только антинаучно, а это противобожественно. Не нации только, а расы. Да, раз, и какой бы ты ни был человек, для царствия Божия, на тебе печати нет, что ты не достойный. Ты можешь быть спасенный. Идите во все народы. Идите до концов земли. И апостол Павел это говорит. Вот почему евреи, которые знали, что превосходство еврейской нации над всеми, когда они это считали, а послание-то у них было в руках, ему жить не надо давать даже. Он достойный умереть. Они пыль над головами метали, когда его понтониевые лестницы поднимал. Он говорит, я хочу сказать народу. Они 40 человек заклялись, не пить и не есть когда. За что? Вот за это вот. Что он другие народы считает нисколько не ниже богоизбранного народа. Они богоизбраны не потому, что черепа больше у них, они умные. А евреи там умные. Вот сегодня они начинают. Ну а покажите конкретно, где они умные. Давайте поговорим так. Нужные. Ум потом определяет. Ум трудно определить. Ну что ты изобрел? Ну ты изобрел палочку-ковырялочку в носу. Она другой пальцем ковыряет всю жизнь. Ее можно изобрести, она сама будет там и смазывать одновременно. Это можно. В чем они умные? Я говорю, вот сколько у вас евреев здесь работает? В краевом суде? Ну 45. 45 на эту нацию не многовато ли? Все юристы, все вместе занято. Теперь скажите, кто добывает хлеб из вас? А вы едите хлеб? Ну едим. А масло намазать и намазать. А вы за коровами ходите, как барабаш Игорь? Как Женя Долгов? Нет. Кто нужнее? Без твоих вот этих бирюлях, что ты тут пишешь, мозги пудришь, что мы проживем, месяц, неделю даже не заметил. Ты сдохнешь без хлеба, как и я сдохну. Вот в чем дело там. Нужность человека в чем заключается? Вышел сеять или сеять? Вы нигде не работаете. Ни в шахтах, нигде вас. Зачем мы тогда нужны? А сделайте, распределите свои обязанности. Не все юристы лезьте-то. Не все законодательные собрания-то. Вот здесь был Вольфсон, он приезжал к нам по Теряевку. Все. И так, его Игорь, Игорь, и как-то его Бениаминович. Не Вениаминович, Бениаминович. Сейчас в Израиле все уже уехал давно. Он не боялся, он нигде не очень хороший человек. Ну просто приятный такой-то. Но у него такое вот. И вот я не туда на родину и пускаю. Но если он будет доказать, что он полезнее других, я представлю, Игоря Барбаша и Женя Долгова. Представь, они кормят. Так я писатель, они показывают. Тот еще что-то. Ну и что писал-то? А сегодня изобретение ваше вот так вот. Этот, ректор говорит, студенты, помогите мне. Старые книги надо занести туда в подвал-то. Сейчас все новое. В медицине и то все новое, новое, новое пишут. Нет? Да каждый день, Игорь, успеваешь следить за нашим. И то, за что ему вчера присваивали докторскую семью, сегодня нам может уже до студента не годиться. А без хлеба по-прежнему ни шага. Без морковки, без помидора нигде. Аминь. Вот она помидоры и делает. Загляденье. Красивая. Какой кислоты, ничего нет. Я-то не набиваю себе на... Так ты все равно дашь. А главное, что благословенно. У меня получилось по несколько дней назад. Приехал комиссия Вастян, а я вышел на улицу. Мне показалось, нормальная температура-то. И в валенках он повез меня на работу. И едем, лужи, лывы. Как я домой пойду. Ему пришлось меня везти до Татьяны Высе. А когда помылись, мне домой в валенках-то идти. А город плывет весь в воде. А она теперь сыну. Сын приехал, мне надо думать... Я только не думаю, я специально вылез из дома в валенках, чтобы вы меня по городу катали. Да нет, я просто просчитался. Дурень. Ну надо было пройтись по двору. Но она, правда, не такой снег был. То есть мы должны вперед маленько где-то смотреть и вот на эту главу ссылаться при разговоре с евреями, когда они возносятся. И показать, вас Бог ничем не возвысил, кроме того, что через вас пророки пришли. Вам верено Слово Божие, а вы его отверглись. Так, горе человеку не принимает, чем кофе. В первую очередь иудею. В первую очередь вам горе, что вы не приняли. Вот как надо рассуждать. А в наших молитвах еврейский народ всегда должен быть в числе первых, чтобы Бог его обратил и отошел. Я хочу завершить начало речи Игнать Тихоновича. Он говорил о черепахах, а в конечном итоге оказалось, что и у немцев такие же черепаки, как и у этих дураков. То есть они какие-то отличия есть, но какой-то градации нету. И они в конечном итоге отказались от этого. Они не смогли доказать, что какая-то конкретно нация, какая-то вот именно немецкая, она обладает только вот такими формами. И по этим формам можно прям вычислить. В конечном итоге отказались от этой доктрины. Хотя много рассказывали, шумели и так далее. Все. Бесполезно. Да, ну и теперь отсюда, а дальше вся речь Игнать Тихоновича. Я говорил в стиху, в привязок Павел говорил. У Павла другое было. Ну когда показывают французский легионер, были наймиты там арабы, и какие они были, ни кто только одно, на курице, на анашице. Ну сравните. И когда там это, Рома их разгромил и показывает. Вот она их армия была. И ролик идет. Они какие сидят, артеи там, как будто армия дураков набрана была. Ну какая? Что сравнивать? Или один, который... У нас сколько покрышки сбил? Ты трижды герой? 78 самолетов. А у них было по 320 сбитых. Вот так. Я хотел сказать, это вы фильм смотрели, называется «Новые войны». И как раз я тоже видел его. Это марокканские легионы, которые сражались в 1940 году с Гитлером, когда он напал на Францию. И взяли в плен. И их показывают в концлагере, они уже схудавшие, им берут козу, бросают вот так козу туда. Они эту козу хватают, тут же ее режут вот так на части, не ошкуривая, вот так разрывают ее. И потом они снимают, и немцев показывают они. Ну вот, говорит, смотрите, это вот какую демократию установили, чтобы благосостояние людей поднять. Вот она, говорит, капитализм на него. Ну а там, а что тут какие люди? Потом показывают красноармейцев. Тоже оборванные все, худые там, но они же тоже после пленения и так далее. То есть это подтасовка была всегда. Ну действительно находили таких, а евреев показывают. Тех же евреев. Они стоят в очереди, это уже показывают Украину, чтобы они регистрировались в комендатурах. И вот евреев, и прям из толпы они выхватывают, раз, ставят еврея. Ну там, ну смотреть, страшно. Вот их действительно такие горбоносые они, глаза вот так на выпучку. И все это они рассказывают. Вот, говорит, она эта еврейская, выродившаяся нация. То есть если бы евреи тогда, когда апостол Павел пишет, и показать им этот ролик, они бы сказали, да нет, они бы открестились от этих евреев. Чего же они такие все прям, как страшенные. И есть и среди русских, и среди немцев, а немцы своих убивали вообще, у них тоже было очень много умалишенных. В конечном итоге всех попрятали, убили. Ну то есть, как раз идет разговор о том, что у Христа нету ни Елена, ни еврея, ни у Идеи, ни Елена. Все. Аминь. Тринадцатый стих. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Толкование. Молит, чтобы верующие из иудеев исполнились радости, ибо они печалились от укоризны, а верующие из язычников исполнились мира, ибо они являлись врагами. и враждующими против принадлежавших законам. Придерживавшихся законам. Лучше сказать, молит, чтобы те и другие исполнились радости и мира. Как же сделать это? Верой. А вера какое благо доставляет нам? Богатство надеждой. Ибо кто верит будущим благам и остается доволен настоящими, тот богат надеждой, то есть ожидает будущих благ, и переносит все временные бедствия. А какое благо доставляет нам упование? Приобретение силы Духа Святого, которое соделает упование наших крепчайшим. Ибо упование, с одной стороны, доставляет нам силу Духа Святого, а с другой, становится в нас от Духа Святого крепче. Ну, можно? Можно. А Дух Святой, Христос сказал, придет утешитель. Вот Дух Святой, он утешитель и есть. А утешитель кто подает? Ну, утешение кто? Ну, тот, кто обладает оптимизмом. Он вселяет надежду, говорят. И вот целые нации, в которых вселялась надежда на одним человеком было. А Христос, ну, это был Ленин, допустим, Гитлер. Это надо смотреть на людей. Ну, что они делали? Какие подвиги совершали-то? Это вот вселение надежды было. Пришел утешитель. Ну, это люди. А тут Христос утешитель. Утешитель. Как мы можем этим пренебрегать? Человек вообще здравомыслящий. Однако, пока веры не будет, отвергают. Им это неинтересно. Еще смотрят, что интересно, что неинтересно. Ждут хлеба чудесного. Вот так, бесплатно, даром. И ждут зрелищ, чтобы жевать в этот момент и наблюдать. Им интересно очень. И жизнь проходит. А думать-то надо было о вечности. И Христос, Спаситель, знал, о чем думать. И утешитель для того и пришел к нам, чтобы нас утешить в том, вот в этом самом ожидании нашем. Вы не скучайте. Вам будет потом весело. И написано, вас веселитесь, язычники. Евреи-то уже возвеселенные, потому что у них пророки есть. Продолжим. 14 стих. И сам я уверен, и сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, и исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Толкование. Высказав выше много жесткого, врачует наконец нанесенные раны. Не сказал, слышал, но и сам я уверен, который вас обвлечал и обвинял, что и вы полны благости, то есть благомыслия и братолюбия. А может быть, называют благостью потому добродетели. Полноту добродетели. Полноту добродетели. Не сказал так же, имеете благость, но полны. Поскольку же нет никакой пользы в том, чтобы иметь только благость, между тем не знать, как пользоваться ею, присовокупил, и можете наставлять друг друга. Не только научиться, но более других научить. Вот такое толкование. Вопросы? Этому надо учиться каждый раз? Или это все-таки изнутри будет, как Иоанн говорит, не нужны, чтобы кто учил вас, вы сами будете научены Духом Святым? Или это надо человеку рассказывать каждый раз? Да надо рассказывать каждый раз, конечно. А вот я могу тебя научить одно дело такое простое, чтобы ты никогда на занятиях не спал? Ролики идут туда, и на каждом прям откинешься. Могу я тебя научить этому? Можете. А как? Поставить. Своим примером. И из примера из священного писания. Толчок под ребро. Не спать. Бодрствуйте, ибо близок Господь. Надо себя настроить на то, что опасность рядом. У Яна Златоуста, я не знаю, из какого тома это, но я читал только в старковном славянском, в самих томах не нашел, может, это просто скомпилировали. Человек наследство получил Дух. Сказали, прими, он стал обходить. Все ему понравилось, сад, конюшня, а у него жена и ребенок. Ну все, ну принимаешь, конечно, но тут, говорит, почему никто не живет? Дело в том, что в этом, где-то здесь живет змей. Его не видно, но он время от времени выползает и жалит кого-то. Странно. Так что же они не убьют его? Убей. Убей. Пожалуйста, разрешается. Вот палка лежит, капкан, ружье, стреляй. Живет. Все у него есть. Все. И вдруг у него слуга еще был. Слуга прибегает, ночью змей выполз и ужалил коня, любимого коня. Он взял ружье и пошел где? К норе. Он только голову показывает, ему стрелять надо. А он и плюнул, и золотник. А это, говорит, что такое? Ну, чтобы ты не обижался. Еще будет затрагать. Еще дам, говорит. Еще золотник дам. Он посчитал, за месяц коня возвращает, да когда же это прибыль пойдет? И он его не убил. Проходит полгода, опять крик к слугу ужалил любимого. Ну, мужик понял, шутки плохие. Дын хороший взял, он змей сразу два золотника подряд выплюнул. И дальше жалит сына. Потом умирает жена, он один остается. Друзья собрались и уговаривают, ну ты убей эту гадину, убей. Ну, жития не будет. А он устал жемчуг подбрасывать, бриллианты там, платиновые. Он так посчитал, мне все уже завалено деньгами, он не может остановиться. Наконец-то он его ужалил в ногу. Лучших врачей позвал, ну все говорят, ты маленько умею или нет, ты посчитай. Коня раз, слугу два, сына три, жена четыре, тебя ужалил пятый. Ну, в следующий раз-то противоядие не успеет до сердца дойти. Он не пошел на это. Бриллиант он ему бросил. Мужик расплылся-то. И, наконец-то, он его жалит в сердце. И там собрались вокруг друзья, и перед всеми все это рассказывают. Это грех, который, если не расстался с ним, ну и каждый, что такое слуга, что это дом, это жизнь, куда запустил Господь. И как мы себя ведем? Это притча о змеи. И вот с этим змеем мы живем. У нас нет бодрствования. Нам все кажется, но завтра еще будет лучше, друзья будут лучше, женюсь по-новому, новенькая жена. Ничего не будет лучше. У нас опыт-то отрицательный. А если опыт положительный, ты ничего больше ждать не будешь. У тебя только словословие будет одно. А о чем ты просишь? У меня две молитвы. Сейчас. На первом месте две молитвы. Первое. Укроти ту буйную женщину, потеряйте. Не дай ей погибнуть. Потому что это сумасшествие для нее кончится внезапно и оборвется. И второе. Приготовь нам путь, пошли все необходимое для благовестия путешествия. А остальные молитвы у меня идут. Эти у меня постоянно, даже в короткое, начнем молитву. Встану, мысли разбредаются, на это я должен спорить. А потом узников, Козлова, Александр Людмила. Патриархом. Но на первом месте у меня так. На первом месте буйная женщина, сумасшедшая, бесноватая. И второе. Чтобы Бог указал нам, где мы нужны. И приготовил все необходимое. Это наиважнейшее сегодня для нас. Потому что ни то невыполнимое, ни это невыполнимое. Понял? Теперь прочти еще раз, о чем писали. Он говорит. Семен Тихонович, чья это притча? Откуда? Это притча, большая книга с деревянными корочками под кожу, под пергаментом тянута. Она у нас есть дома. Называется «Златоуст». Книга так, «Златоуст». Но там не по томам менее, а все, там Василий Великий, Григорий Богослов, Евгений Сирин, Нифон. Но вся книга называется «Златоуст», потому что больше всего уделена на его проповеди. Но они не на словно взяты, кое-что может в вольном пересказе. Вот так. «Златоуст». Эта книга издана была у старобрядцев большим, видимо, тиражом, и она была у всех. Ну, Евангелия не было, Библия, Златоуст был. Дедушка считал, потом мне это досталось наследству. И на занятиях там у тебя та же беда, где бываете. Я говорю, а что он так лежит? Да спит, говорит. Я вам рассказывал, как у баптиста проповедник приезжал, тут рассказывал, в Алмата. Он вышел, сидят один, второй, и он, братья и сестры, не шевелитесь, громко проповедовать не надо, наши дорогие старецы всю ночь молились, они постятся, они устали, они хотят немножко здесь отдохнуть, дома-то там некуда. Что? Нажрали жирного, спать пришли. Как крякнул, все сразу скачали. Вот это называется тревожное, алармовое состояние должно быть. Лучшего не будет здесь. Что? Нажрали жирного, спать пришли. У меня тут одна была такая, конева. Она всегда вот так сядет, прижмется, у нее все к стенке, готово дело. 35 лет знаю, 35 лет она сбит. Да я раньше не такая была. Такая была ты, более молодой труп был. Но труп это старел, и старела такая, как есть. Так что ты, я тебе говорю, на занятиях просто в наглое спишь. Не делай этого. Ролики эти пойдут когда-то. А тебе будет неудобно перед детьми. А помните фильм Гитлер? Чем он привлек-то себя к пивной? Зашел и пивной пивко пьют, сосисечки едят немцы-то. Он как окинул взором. И сразу, знаете, говорит, что главное, почему? Ни коммунисты, ни красные эти, главное это равнодушие! Они как все, аж пиво поразливали. Что такое-то? Это Гитлер, Гитлер. В пивнушке голос поднял. Равнодушие, безразличие. Безразличие. Это сегодняшнее состояние христиан. Ничего не надо. Мы тело Христово. Я-то низко сидит и рассуждает, какое вы тело. Вы только ручки целовать умеете, свечками облепились, а мощи вокруг лежат, сами как мощи. Вам для всего должно быть дело, если вы тело Христово. Ни одни священники тело Христово. Аминь. Мне этот ролик поставили на форум, я посмотрел, ну, конечно, она баба такая раскрепощенная, видно. Видимо, не замужняя, так себя замужней не ведут. Она вонсипирована. Да, что ты. Не запрягалась. Но тут она говорит по делу. И надо от нее это принять. Как она мучениц, как она называла эти вот... Пуси, пуси, пуси. Пуси, пуси. Считаем. 15 стих. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминание вам, поданное мне от Бога благодати. Толкование. Римляне пользовались уважением и были весьма надменны. Поэтому врачует их, когда говорит, писал с некоторой смелостью, ибо словом этим сильно сокрушает их. Но и этим не удовольствовался, а присовокупил отчасти. То есть, несколько и вкратце, притом не как поучающие, но как бы в напоминание. То есть, слегка напоминаю. Смысл понятен? Если с вами разговаривать-то нельзя, ну я как бы в напоминание просто, по смелости уж, просто так нельзя разговаривать, надо смелости набраться, чтобы вы не укусили, чтобы вы не выскочили, а пошли вы отсюда все, видал я вас таких. Вот какое ваше состояние, это за этими словами Павла. С вами нормально-то разговаривать нельзя, вы сразу задергаетесь, пошли, видал я вас. И он говорит, как бы с некой смелостью, так это Павел, ну дослушайте хоть предложение до конца-то, не дергайтесь. Вот такое состояние было. Ну как у нас. Да, да. Вот я, все скачали все. К сегодняшнему дню, к сегодняшнему дню, сегодня. Вот я наблюдал, Игнат Тихонович тут говорит, значит, человек из ближнего круга подходит и что-то там начинает говорить, он ее отправляет, следом, значит, сестра сидит, комментирует уже действия, Игнат Тихоновича, это любовь. А рядом сидит сестра, говорит, не хотела бы я такой любви. Ну и что, вот дожили мы, вот сколько лет мы рядом, столько лет мы говорим о любви, по-настоящему, о любви Христа, да если нет в этой любви хотя бы элемента минимального какого-то любви жертвы, и непонимания того, что человек стремится довести до Царствия Небесного рядом с собой человека, находящегося, то о какой любви вообще речи нету? Это просто поразительно. Как люди вот это, и вот кое-то, эта сестра, она говорит, что... Я вот не знаю, кто говорил, а я сейчас могу безошибочно назвать, кто это говорил и как. Вот дальше я сказал, я знаю, о ком ты говоришь замещание, она тут же и выпрыгнула, как говорит, черт из табакерки. Вот она я. И обида пыхтит, прямо пыхтит, ну что тут пыхтеть-то? Ну просто я не знаю. Да знаете. Так, я вот как раз и хотел сказать, Люба, где твоя хозяйка квартиры? Приведи ее. Она с трой своей там беседует. Ну да, привезти надо. Мы уже говорили. Муж требует. Требует. Сейчас пойду. Она той, как Еленой прикрывалась, то все. Я сказал, ты много теряешь. Ты слышал, в прошлый раз я ее как песочил. Она ходила, все как занятие, она сразу шмыграла. Боясь, чтобы ей не сделали замечание. Вот что такое. Как бы с некой смелостью. Вот это как раз туда входит. Замещание сделать нельзя, прям помирают. Я что-нибудь печатаю. Ну и теперь вся Вселенная знать будет. Она думала, что я этим сказал, я теперь не буду печатать. Я тем более думаю, что надо что-то напечатать, добавить. А кто не хотел что жжет в себе, так еще добавь к нему. Я еще добавлю. А змея, а змея быстро все заберет. Не справится до конца моей жизни. Крутные слова. Шестнадцатый стих. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. То есть Павлу была дана от Бога благость быть служителем Иисуса Христа у язычников. И об этом Павел и пишет ремня. И вот толкование на его вот эти строчки и далее комментарий небольшой будет. сообщая речи своей смиренный тон говорит Я не сам восхитил себе честь, но Бог повелел мне это, отделив меня для этого, не потому, чтобы я был достоин, но по благодати. На что же дана мне благодать? Далее в жирном выделено и подчеркнуто слова, на которые будут комментарии. Итак, внимание, чтобы быть мне служителем и священником Евангелия, поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. А кто осмелится обвинять священника, приближающего нож к тому, что избрано в жертву? А кто осмелится обвинять священника? А кто осмелится обвинять священника, приближающего нож к тому, что избрано в жертву? Вопрос. И комментарий Игнатия Тихоновича. На какие слова? Чтобы быть мне служителем и священником Евангелия, поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. Вперед. Комментарий. Это священство мирян. Ну и тургию править, не рукополагать. Священство мирян. Да конечно, священодействие мирянина. А то тянем, тянем. Прости, господи. Что это такое? А что это я не поняла? А он к тому, что... Аминь. Это... Постараемся вообразить себе такую ситуацию, что вдруг среди православных появился такой архив. Я поняла. Ну, Вы сегодня замучились. Ну, слушайте, не отвлекайтесь. Давай. Пусть наговорятся. Да я не знаю, ты хозяин-то. То есть, надо поставить на вытяжку в угол и все. А то коленями на горох. Комментарии, Игнать Тихонцев. Постараемся вообразить себе такую ситуацию, что вдруг среди православных появился бы такой архиерей или священник, который на первое место своей деятельности поставил бы проповедь Евангелия и стал бы называть себя не служителем алтаря, как правильно заметил брат Игорь Дубунов, а священником Евангелия и стал бы повторять вот эти слова и в храме и подавам и всюду. Еще раз повторяю эти слова. Блаженного Фефилакта, чтобы быть мне служителем и священником Евангелия, поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. То есть эти слова я теперь говорю хотя бы один архиерей появился, который вот так бы сказал. А мы первым собрать дальше. Так ведь это слова не Игнат Тихоновича, а слова это Игната Мударского. Слова эти теперь я дублирую, показываю, что они сказаны Фефилактам, а теперь бы появился такой архиерей в Барнауле и сказал бы эти слова. Я не буду стоять здесь теперь, я пойду и дальше буду священодействовать ее слова. Дальше. Такого служаку, решившегося собой пожертвовать ради Евангелия, собой пожертвовать ради Евангелия, немедленно архиерей вызовет в кавычках на ковер, потому что, чтобы соответствовать этим словам, священник должен от многого, от многого, что совершается ныне в храме, отказаться, перестать крестить, как попало и кого попало, перестать допускать до причастия любого с улицы и отпевания совершать только над теми, которые были не повинны перед канонами и Евангелием, то есть своих прихожан. Такого сразу же постараются задушить, запретить, притом совершенно необоснованно. А он будет повторять, кавычки открываются, я обещался Богу, и далее цитата блаженного фифилактов опять повторяется, чтобы быть мне служителем, и священником Евангелия. Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам, священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. Закончилось? Да. Вот заметьте, 11 век, блаженный фифилак, 9 веков, за 9 столетий, это почти 1000 лет, никто не прокомментировал эти слова. Я первый. А все говорят, наглец ты. Да как ты посмел коснуться, да еще твое имя здесь, это же Евангелие все-таки. Я говорю, скажите, а почему говорите Библия Гетца? Ну так он, ну она Гетца написана, или он дополнил бы ее? Нет. Он только там дополнение там, хочешь, нашел дальше. А говорите, Библия Скоуфилда? А почему, говорит, Библия Лопухина? Почему не возмущаетесь? Это Бакаров возмущался. Кто он такой латвый? Никто. Но вы молчите, и поэтому на безрыбье рак рыба. Я бы вынужден эти слова высветить и показать. Оживите. Допустим, эти слова мог бы сказать сегодня архиереи, пока ни одного не было. А мог бы сказать священник, которого душить будет архиереи, пока ни одного не было. И запрещает священников. Но запрещает не за это. Они начинают бунтовать против инонентом, там все паспорта, то пьет, то еще хуже того. Любит, кого не надо. Пусть они полюбят Слово Божие. И за это его архиерей запретит. Так а вы хотели бы? Очень хотел. Хотя бы одного на Россию. А ему подражать будут и все священники будут проповедовать. Архиерея запрещать, запрещать. Тогда архиерея так вызовут. А за что ты запретил их? От этого архиерея заразились бы в кавычках другие архиереи. Вот оно, пробуждение, воскресение Руси было бы. А наши прихожане были такие. А Даниил Сысоев не был разве священником? И он не проповедовал? Он проповедовал. Божье слово проповедовал. Он проповедовал везде. Почему его Игнатих не запрещали? Его запретили. Архиерея. Можно это? Какое у него звание было? Священник. Ну, священник, доктор Протеерей. Он был, да, он еще был доктор богословия, настоятель храма. Вот он настоятель. Да, я там был в этом храме в этом году. Я хочу сказать так. Как-то рекламировали они его, патриарши, чтобы его там подражали? Где ты видел? Я нет, не видел. Сегодня вопрос идет о том, что его убили не мусульмане уже. Да, не обидел. Он потому что разжигал вот это вот из-за мусульмане, они же злились на него. И поэтому его нужно было убрать, его нельзя было остановить, он шел. И сегодня прям пишут в интернете не спецслужбы ли его убрали. Я ничего не утверждаю. Но я вполне располагаю сведениями, что маленько я слышу. И говорю, а могло бы теоретически, да. Потому что из-за него нестабильная обстановка была. Вот это шатание там кого-то крестит, узбеков какие-то, злятся. Все, убрали, полная тишина. И он вел занятия у себя в храме вел занятия по темам. И приходили не просто он вел занятия, что объяснял как свечку поставить, он вел занятия по Евангелию. Вот четко, вот все его проповеди он вел занятия только по Евангелию. Он не объяснял там, как стоять, что там делать, как передавать. Псалтырь объяснял. Да, он же и псалтырь. Евангелие от Луки толкование у него. У него вообще... Даниила пророка. Да. Меня спрашивают, допустим, вы бы раньше с ним познакомились. Какие проповеди у него? Золотые. Допустим, за месяц до его трагической гибели нас бы познакомили. Вы стали бы друзьями? Я определенно, четко говорю, нет. Друзьями мы бы с ним не стали. Я его знаю, как он в Соле Старообрястов работал в других местах, и какой у меня подход. Но я его принимаю такой, как есть. Он меня не принял бы. Я... Ну, в чем-то мы сошлись бы, а дальше нет. Почему? Слишком опасен. Я для него буду. Потому что он нигде, ни разу, как Осипов, не задел патриарха. Ни разу стенок, не пизд, я нигде этого не видал, не встречал, и думаю, это невозможно. Они схапали. Я не достигаем для них. Я смело говорю о том, что неправильно они делают. Вот сегодня этими овощами, в этой неделе, я думаю, тему о овощах озвучить здесь. Помолите, чтобы мне удалось это. Чтобы после меня никто ее не касался больше. Что такое мощь, и как с ними поступать, и... Ну, у меня материал громадный в руках. Мной достатый из жития святых. Я такой вопрос получал, когда в университете вел занятие, я говорю, ну, допустим, Ян Златоуст, и вы встретились с ним, вы стали бы друзьями или нет? Святые отцы не огрели бы вас с посохом, с жезлом-то, епископским-то. Василий Великий огрел бы. Со Златоустом мы бы сошлись, но не во всем. Даже со Златоустом. Так, а вы еще считаете себя право? Мне не надо считать, у меня Евангелие. Мне зачем считать? Я считать... Как сразу? Златоуст я, да никто, букашка. Но он везде восхваляет монахов, монахом сам пошел в монахи, там, три сколько лет прятался в пустыне. Я абсолютно знаю точно, что это не евангельский путь. Евангельский путь уверовал, неси людям благовестие. Люди погибают. Иди работай, иди плыви, беги, копай, что угодно, чтобы Евангелие распространялось. А у него главное, это была служба. Да? Он говорил. Я говорю про путь. Но если вы ее дальше не понесете, я ничего не успею без вас. А если бы он не здесь, только в каждом месте шел, как патриарх, то ехал. Да, организовал кружки по изучению Библии, как иеговисты. Наверное, результат был бы другой. А то не Ян Корошталовский. Никто не основывали кружки по изучению Библии, как у нас тут сейчас собираются. Это запрещалось. Это преследовалось. Я его к этому призвал бы. Вот он как среди сектантов, считаю, у Данила Сысоева, как он заводит прогулку с сектантом по храму. Ну, книжечка у него что-то. Вот он начинает рассказывать, какие иконы там, что, какой год это вот у Сахарова Кирилла. Да я полсекунды даже на это не стал бы говорить, а провел бы, чтобы он не видел. К нам люди приезжают, я покажу на надписи. Далее, как глухонемым переписали все. И далее мы уже беседуем. А здесь, вот даже, которых я называю, пять человек в России, пять. Это Стефан Пермский, вот, Вениаминов, Иннокентий, Север Николай Японский, ну, и Макарий Алтайский-Лухарев. Это вот за тысячу лет пять. Ну, и они шли не прямо по евангельскому пути. Сразу перевод, богослужение, они знать ничего не знают. Это бы можно было делать, да, и нужно было делать, тогда, когда они будут знать содержание Библии и жить по нему. Он многого добился, Вениаминов. На севере они стоят, когда уйдут, говорят, он мог посмотреть, где снег протаял под ногами, сколько человек было у него в юрке, в храме. Но от блуда так и не мог их отучить. Да хоть это что, маленький грех какой-то там. Ну, мог он научить, чтобы китовину не ели, кита приписать к рыбам. Это можно было сделать. Но от блуда он не мог их отучить. У них считается так, если пришел в гость, ночевал, обязательно уложить его с женой. Почему? Подправить свою природу они вымирают. Ну, видели, побег из ГУЛАГа-то, как там они его подсевывают, и дальше что есть. И он, даже он, митрополит, ничего не мог с этим сделать. Отсюда вывод. Тогда все остальное, это куда? Главное, это богослужение. Все они, все до одного. Тот научился этот язык, вот, Макарий Глухарь, первым делом перевести, скорее, литургию надо, литургию перевести. И тот точно даже, литургию. Теперь они стоят, стоят, но даже на родном языке, это ничего не понимают. А почему было так? Оставим литургию, пока они действительно не станут христианами. Не отстанут блуда и прочее. Как там один хроматий учился, житие святого Севастьяна. Он в купель-то заходит уже, а он говорит ему, так, отрекся от всех дел своих, дьявола, а уже раздетый. Он говорит, а что ж ты мне раньше-то не сказал? Я оденусь, солдат. Оделся и пошел. когда все сделаю, тогда приду. Я, говорит, до этого, вот как уверовал во Христа, у меня жена умерла, у меня две наложницы, я с обоими живу, обе хорошие. Он дал им богатство, богатый сам тебе, отпустил, все как надо сделал, дела уладил, рогов отпустил, пришел опять к епископу, разделся и говорит, вот теперь я готов креститься. Но это один такой в Библии, то остальные толпой, кто не с тобой, тот против меня, рядом меч. Ну мечом не убивали, за сектанты Лгут, что ханил, там тысячи какие-то, никого не убивали, но страх-то был, все знали, какой он крутой. Если больного Ярополка своего брата убила за жены, чего с него спрашивают-то, с Владимира было? Он слишком крут был, батюшка, его боялись. И на иконах рисуют, стоят такие воины, витязи, и меч стоит на такой высоты. А что это за меч? Сейчас пишут, вчера Русловым Газнатом занимался. Отец у него, там, дед, шашкой ударом могут перерубить одновременно и человека, и коня. Мне не верится в это, но повторяется из одного материала, в другой. Я считал, у казаков-ки и хедон, они там были, вот так вот разрубают наискосок, пока он не развалился, успел второй раз в четыре части падать. Не по голове, а с ребрами, с позвоночником совсем. А этот с конем вместе перерубал. Вот они верующие. Я попутно вопрос хочу задать. Расул Гамзатов писал стихи, это был истинный поэт, а на музыку там блантеры, другие евреи. Почему он своих единокромных там, он же аварийц был, почему они на музыку не ложили? Знаете, за 1300 лет ни одного музыкального произведения от мусульман не было, как у старогрецов. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, там маминь начинает, буква тянет, пока через два ущелья переплывет. А потом маминь уже на той стороне закончит. Вот выскочит старообряться, ты и буду на тебя тянуть, пока с работы не вернешься. Можно еще? Да. Ну, я хотел бы сказать, что вообще Даниила Сысоева сюда приплели, но никак. Надо это не знать совершенно, Даниила Сысоева, и ничего о нем не читать. Он был открытый, батюшка, он открыто писал все, зарубежники, вот вы для него, вот сейчас, он бы только узнал, что община Лапкина в зарубежной церкви, вы раскольница. Все. Все, и пошла душа твоя, все. Все, ты конкретно писал, разгольники, еретики, он пишет четко, зарубежная церковь еретическую. Как мы могли садись, садись, а я его не считаю еретиком, я считаю это мученик, он ушел на небо, и за 2000 лет, может, никто так не любил мусульман, как он. Это сказал на другой день уже, он обо мне это не скажет. Она продолжает упорствовать, я смотрю, эта душа. Ладно, дальше, сектантов он, он сектантов не просто не любит, он их ненавидит лютой ненавистью сектантов. Все сектанты сразу, все в ад, все. С ними вообще никаких разговоров нету. Он с сектантами не умел беседовать. Как он с мусульманами так ловко подходил, а с сектантами он вообще, чтобы такой подход, как, вот допустим, у Игнатий Тихоныча, ну, Игнатий Тихоныч тоже у кого-то брал. И там подход, решение вопросов, этот сразу рубит, и все. Он такой жесткий батька. Это старобрядцы, как он беседует, это старобрядцы, это православные. Князем Владимиром Хрищевым, они патриоты, а он их как врагов рассматривает. Как это? Не меньше, он очень категоричный. Но это мы оставляем. Даниила Сысоева пред Богом уже, все. Все. Ясно. Для меня он святой в очереди. А мусульманам, к мусульманам он говорил очень хорошо, а мусульмане это все-таки, если мусульман обратить хотя бы немногих, это великое дело. Мы поговорим в этом плане о другом. Ближе всех, мне кажется, подошел к этому вопросу, о котором говорил сейчас Игнатий Тихоныч, это отец Каменский Павел. Ближе всех подошел. Пока он троекратно крестил, он был такая заноза у нашего марноульского Максима. А как он крестил, отец Даниил, вы знаете? Как крестил, вот это неизвестно. Ну где нет, найдите. Как он крестил, и были ли у него прихожане, которые моченые? Я думаю, были. И сам он был ли крещен в троекратное полное погружение? Это вот тут и сразу увидишь разница, какая у нас. Просто до конца, видите, разговор. Я не говорю про это нигде. Почему? Он перед Богом. Я его люблю. Но скажу, вот как у меня 18-й дом, у него этого нигде не было. Я делаю все в сравнении с Библией. А вот беседа с сектантом, прогулка по храму. Это у него книжка. Сектанта по храму. Да я сектанта не знаю, как далеко от храма увел, чтобы он так и не видел. Я отца Геннадия там пас и никого в храм не повел. Ни разу. Он найдет это. Ему главное показать это толкование святых отцов и соборов. На этом я останавливаюсь. Не верь житиям полностью. В моем доме он уже через день будет не такой, как есть. Отец Геннадий пас говорит, я приехал когда в Барнаул. Ну и там, думаю, кого на тебя не сказали? Вот из эпархии. Отец Дмитрий. В дальнейшем он будет там в Кузнецкий-Кемеровский, бископ. Вот он уже, кажется, Будько или как там. Отец Дмитрий. Ну я, говорит, к нему. Ну думаю, как его вызвать доверие-то? Я, говорит, я приехал оттуда-то, но я, говорит, очень хорошо знаю Игнатия. Он думал, Игнатий, это сим, открой дверь. А они ему сразу в лоб и без промаха. Игнатий, он сразу от меня, да вы разве не знаете, что он юридик? Я, говорит, так и сел. То есть человек из сектантов пришел, и сейчас он магистр богословия московской патриархии, на них это не действует. Почему? А они на генном уровне понимают, я другой. Я совершенно другой. Я не просто со стороны пришел. Они понимают, в любом месте я могу не согласиться с ними. Для меня авторитета вообще не существует никаких. Ни соборов, никого. Для меня авторитет одна святая Библия. Но я не бунтую, я признаю патриархию. Но я обязательно выберу момент и скажу, а вот посмотрите, Библия-то вот как говорит-то. Я его считаю благодатным, патриарха. Я его люблю и должен показать ему. Я об этом пишу письма. Я в теле Христова. Меня никто не упрекнет. Ах ты в теле, благословился. Я свечки вот и говорю, наши жгут. Сколько жгут-то? Ну, положено почину. Ну, одну затепли ее. Ну, что вы... Это не к нам, не надо только нас. Перестаньте. Ну, что вы начинаете? Ну, зачем вы? На нас так причем? Нет, я... Ну, я что, батюшка в тот раз выставил 6 тысячей, я одну поджег. Он вышел на меня. А что такое? Я что, я тут зря ставлю? Давай все зажигай. Я что, и вот к батюшке давайте. А я не знаю. Не надо меня только вот сюда. И Севастьяна не трогайте. Он бедный тоже стоит. Получил тоже уже. Это в двух огней попали, брат. Что вы? Зачем это делаете? Нет, я тебе еще сказать. А ты подумал, что я тебе говорю? Ну, а о ком еще? Ну, мы же затепляем. Даже не знаю, куда попал-то. Я перед Богом даже в мыслях ни одного не имел. Я говорю о том, что у нас лишние свечи жгут. А где у нас-то? В православии что ли? Я не захочу. Я вообще говорю, и дальше конкретно к нам. Про тебя я даже не вспомнил, что ты сидишь здесь. И я тоже так же жгу их. Когда батюшка здесь? Ты же православный. Я говорю, ну положено по уставу. Ну, зажгите оно, ну и довольно, не трожьте. Батюшки нет, что-то свечей лепят. Зачем вы делаете это? Нам каждая копейка дорогая. Ну, у Бога солнце сияет. Ну, что мы ему добавим-то? Вот носится туда-сюда. Ихона вон она есть, ее не достанешь. Ну, мы довольны, мы это признаем. Ну, что, Иверскую с собой будем таскать на обед с обеда? Ну, а батюшки нет. Мы одну-две затеплили. Вот такие агарки только добиваемые, все. Агарки. Я видел, полные свечи зажигают. Полные свечи по одной. Полные свечи, да. Я поэтому сделал даже замечание. Почему? Я не против свечей. Ну, зайдут 150 свечей, он в Пахровском горит. А они не успевают сгорать. Зачем? Не восковые, дымит, катаракты глаз. Иконы и не конные лики портятся. Не надо это. Надо научиться жить здраво по Евангелию. Поэтому у меня, друзья, если так взять, сто процентов со мной не так и много. У меня батюшка говорит, ну, кто-то из священников в России тебя поддерживает. Ну, полностью чтобы. То есть он понятно, что он меня все не поддержит. Короче, я на него показать не могу. На его друзей я показать не могу. Хотя я знаю таких, но так и они сразу попадают под пресс. Вот и все. В первую очередь наведите порядок в таинствах. И одно из них центральное крещение правильно. У нас этот вопрос решен. Никакой торговли нет. У нас ее нет никакой. У нас ни рубля нет. Почему? Введите святую десятину. Это было очень-очень непросто. Это нам сегодня кажется. Ой, как просто. Это было очень непросто. Даже спор, мысодеяние, бороду не трогать. Сколько мы потеряли. Сейчас оглашенные из идите. Вся молодежь стоит там. Уже в коридоре стоят. Один, другой, третий. Еще болейки их ни одного не будет. Ему надоест выходить. Ну, твой еще выходит, потому что папа здесь. А у другого отца-то здесь нет. Ну, тот отец еще деревенский его держит. Вот какая штука-то. А ты распусти в вождь. Это у нас будет, как сегодня, у Шаповалова, у химии валяется где-то. У Аделаджи этого, с Адэ, там по пять, по десять тысяч человек. Это очень просто все сделано. Дверь открыть. Открой, принесь таинство. Все, поехали. Ну, и уже, это, не знаю, о чем разговор-то идет, вы сами-то помните? Сейчас, вопрос какой был задан-то. К чему все это говорится? Ну, помните, о чем говорится-то сейчас вообще? Ну, о чем? Вот вы задали вопрос. Священник, чтобы благовествовать Евангелие. Что священник благовествовать Евангелие? Ну, мое священство для того, чтобы благовествовать Евангелие. Разговор, о чем Игнатий Тихонович говорил перед этим? Где, говорит, такой священник был, которого выгнал епископ из священства за то, что он все каноны правильно соблюдал? Вот о чем идет разговор. Причем здесь Данил Сысоев, я до сих пор не возьму, в ум, он вообще-то ни при чем. Данил Сысоев, какой это пример? Данил Сысоев, это чистый лизоблюд московской патриархии. Ну, вы что? Он чистоганный, если бы не проповедовал мусульманам. Он просто талант. Вы видели его? Выступление. Это... Я задала вопрос. Я задала вопрос. Подождите, стоп. Подождите, дайте я подскажу, наконец-то. Выскажусь. Вы слушайте, что вам говорят. Вопрос был этот. Зачем вы сюда, когда сказали, есть такие священники? Ну да, отвечаю. Есть, это Данил Сысоев. Здравствуйте вам, ваша тетя. Да только тот мог быть, кто рядом с нами. Близкий этот был. Это на подходе. Давайте перечислять, кто был. Суртаев, отец Владимир. Чего не остаться батюшкой? Осознал все. Мы с ним, когда беседовали, в его глазах... Он говорит, я говорю, на каком вы уровне себя сейчас считаете? Он, когда все время пришел, он говорит, я себя считаю, вот когда сейчас у вас побывал, оглашенным. Я говорю, ну все, вам осталось немножко, шажок только сделать и все. Так он крестился. Ему священником только быть. Он уже стал прозревшим оглашенным священником. Так он священником будет посадить, этого священником? Нет, я говорю, оглашенным, когда он у нас побывал после тюрьмы. И он, говорит, и показывает, фотографии там показывает свои, и они стоят, жена там, дети его. И он в очках черных на фоне мавзолея. И говорит, вот посмотри, вот это типичный портрет священника московской патриархии. И он стоит в такой майке с надписью, короткие рукава, дети в штанишках, девчонка, пацаны эти. Жена здесь тоже, ну правда она, ну без платка, конечно. И он такой стоит улыбающийся, такие волосы длинные. Говорит, вот как типичный, говорит, портрет. А когда он здесь уже, он постригся, уже все, бороду он не трогал. Уже, вообще у него взгляд сменился. И то, что он мне до этого говорил, когда он был священником, что вот община Игнатия, это раскольники, там это еретейки Игнатий, там все это, все уже. Этого уже ничего нету. Уже открытым оком смотрит на все, уже Слово Божие понимает. Он уже рассуждает, он видит предательство. То есть у нас-то есть священники, которые близко подошли. Ну а дальше Анафанайл, бывший монах, иеромонах. Мы потеряли кладезь, он практически епископский ум у него. Его епископа можно было в 25 уже лет ставить. Он и добрый, и умный, там, ну, к нему все эпитеты относятся. И покаянный, но не мог одно переселить, одно не мог переселить. Что ему кто-то рассказал о Спасителе Христе, и он понял вот так вот именно здесь. Это он не стал принимать. И он не принял это, и засох на этом, и ушел вообще в такое, что непонятно. Ушел. Дальше отец Павел из камня, этот ближе всех подошел. И у него немножко и такту хватило, но опять на самомнении зациклился. Решил сам пробиться. Без советов, безо всего. Пошел на совет к Никите. И тот посоветовал. А ты то, что о крещении скажет, епископ, запиши на магнитофон. А потом приди и своему благочинному покажи. И у вас тогда в камне на обе всех будут крестить. Ну, дело-то благое затеял. Только зачем таким коварным, каким-то непонятным способом поутаить магнитофон? Ну и дотаился. Его бы никогда не запретил епископ. Он, Максим, по большому счету, вот когда он рассказывает о нем, он его любил. Потому что, представьте, сидят их 250 священнослужителей в зале. И какой, говорит, у нас вопрос? И Каменский встает, отец Николай, и говорит, вот так и так, вот у нас отец Павел откололся от истины. Вот не в той конве идет, вот он не крестит людей, и все. Как не крестит, епископ? Ну-ка. И отец Павел встает при всех священников, начинает рассказывать. Так это, батюшки, а что мы делаем-то? Мы же не троекратно погружаем-то. Надо-то троекратно крестить. Вы понимаете, что было? Да ближе его никто не подошел. Кого вы вспоминаете? Сысоева какого-то. И он при всех здесь говорит это. И закончилось-то все как? Он пришел сюда и говорит, а что дальше делать? И внатих начался. Батька, ты только тихонько. То есть почувствовалось, что вот зацеп какой-то. Нет, ему же надо, он большой. Ой, правду матку. Ну и дорезался правду матку, да. Это разве правда матка? Спрятать сюда микрофон по большому счету. Да, мы его защищали. Но здесь правды как-то не очень. Ну конечно, он крупный. Он мог и пять магнитофонов спрятать. А они давай бы щелкать все. Ему бы еще хуже было. И магнитофон в этот момент 45 минут прошло. Он-то думал, придет. И он сразу вопрос. Епископ, а можно крестить или нет? А епископ такой, ну-ка сядь. Давай-ка с тобой поговорим. И затянул эту бодягу. И он говорит, оно затянуло все. А еще перед этим он постоял и уже нажал. И он щелкнул магнитофон и щелкнул. Не было у него нормального магнитофона. И он, а что это такое у тебя щелкнуло? Да я там начал крутиться, как вошь подвергал. Ну-ка, давай, я такой. Нет, нет, там схватился вот так вот. Ну тут они навалились гурьбой. По большому счету он неправильно поступил. И тут, конечно, епископ сразу. А, для чего, где, как, да ты предатель. Его заклейбили. Его не за крещение троекратное. За крещение троекратное. Вот после того, как он при всех сказал, что, батьки, я крещу только троекратно и больше не буду крестить, вот как мы крестим мочением. И что вы, епископ, стал разразился гневной речью. Ничего подобного. Ничего подобного. Он говорит, ну ладно, вопрос этот надо решать, батьки. Ну, вот выступил брат. И все. Двести пятьдесятые. И епископ сам. И сидят ждут. Что делать? Он сам попался. Сам. И правильно, Игнатий Ильич говорит, ни одного нету, который бы в истине шел. Вот был бы такой принципиальный, как Игнатий Ильич. И все. И тогда бы. Ну, таких нету. И правильно. Теперь дальше. И еще мне хотелось. Посмотрели мы бешеные волки. Кстати, к этому же. И вот они там режут их направо, налево стреляют. Там предатели. Все. И я думаю, вот. А мы-то со своим христианством туда бы попали. Думаю, а Господь-то? А Бог? А как же Бог? А вот попали бы именно к таким вот самым бешеным. Вот так, как мы есть. С бородами. С бородами. Даже у нас полные багажники. Евангелие и все. И книги даже вот эти вот есть. И я думаю, как они сидят. Они же сразу не убивают. Они там беседуют с ними. Они их что-то расспрашивают. Смотрят и так далее. Да они бы только немножко, если бы начали разговаривать. Они бы на такой крючок нарвались. Я думаю, они бы там друг друга перестреляли. Потому что у них одни так думают, другие так. Кто-то многое не знает. Из них даже. То есть в духовном плане. Они из-за чего вот такие вот? А он говорит, а что у вас женщины какие? У вас, говорит, шлюха на шлюхе, говорит. У нас-то чистые женщины. У вас, говорит, смотрите, как они ходят. А мужики это кто такие, говорит? Вы видели у них, чтобы вот такие вот обрюзшие все ходили? Ну, смотрите, они все подтянуты. Как они танцуют? Там ревности столько. Где он нас кто-то танцевал? Только за деньги, если. Балет. И то вот такие помидоры. У них же ничего это. Они мужики. Что непонятного-то? Я думаю, они там не стали бы никого трогать из нас. Они бы еще, Игнатик, значит, Аксакала, надавали бы столько гостинцев, что не унесешь. Еще машину дали, джип какой-нибудь свой. И его бы остановили свои же тут НКВДшники и расстреляли бы. Вот больше бы что было-то. Я так вот прикинул, думаю, они же за что-то это делают. Они же не просто так. У них же учение. Вы понимаете? И я поэтому думаю, что до конца никто не идет. Ну нету таких. Пушкин вот взять у нас. У нас до конца ничего не говорят. Пушкин. Вот литератор он столько принес. Что он принес? Евгений Онегин. Это же подлость из подлости всякая. Взяли друг друга, стреляли свои же русские мужики. Зачем они стреляли? О чем там речь-то идет вообще? Ну так? На честь. А ту очень важную книгу только Тухачевский читал. Ну красные там командиры читали. Знаете эту книгу? Это называется «Восстание. Бунт Пугачева». Это самая правильная книга у Пушкина. Вот что надо было рассматривать. Там вся подоплека. Из-за чего все это началось? Прочитали бы и сказали. Да там с народом-то что творили? Крепостной крам, право, дело было. Что там? Нужно было царю-то говорить об этом. А кто должен был говорить-то? Да попы должны были. Никто не сказали. Теперь революция пришла. За все ответили. И за Пугачева, и за Болотникова. Поэтому нету у нас таких священников. И не надо придумывать Даниила там Сусоева и так далее. Вот наши, вот они живут. Современники, рядом с нами они. Отец Павел, молитесь за него. Отец Владимир Сунтаев, за него молитесь. Этот бывший Нафанаил Николай Николаевич Судников, за него молитесь. Это самые близкие были люди, которые подошли к тому, о чем говорит Игнат Тихонович. А больше я других не знаю. Почему? Вот допустим, берите батюшкиного друга, отца Иоанна из Тулы. Друг, стоит рядом, батюшка троекратно крестит. Отец, а ты крещён? Нет, не крещён. Он говорит, давай сюда. А я как раз съёмки ведём. Я на лодке. Прям при мне это всё. Он говорит, давай, я тебя сейчас погружу. Он отпрыгнул. Нет, нет, а что скажут? А что скажут? И всё, и он до сих пор не крещён. Это друг. Тридцать лет они, друзья. И он не крещённый поп. Знает об этом. Прекрасно. Так что нет у нас пока ещё в России такого человека, о котором сказал Игнат Тихонович. И ему никогда патриархом не быть. Вот это жаль. Жаль. Я готовился, поехать. Как меня отправить, командировочный выпустил. Когда патриарха-то избирали, я серьёзно готовился на патриарха. Да. Баллотировали, да? Ну, вам. А Игната Степановна хотела что-то сказать. Сначала Виктор Андреевич. Она уже говорила всё. Я хочу сказать о том, что вот брат, что правильно сказал, о тех братьях священника, которые ближе всего подошли к тому идеалу, который нам видится. Вот в этих словах. С братом Владимиром Суртаевым я был как-то более ближе к нему. Общался с ним, и мне его жаль. Я пришёл к выводу о том, что его там так поломали в тюрьме. И не только его, но и его семью. Они подверглись таким жестоким репрессиям со стороны нашего аппарата православного. Что он предпочёл, хотя он очень хотел вернуться к служению. У него талант был. Да. Но у него ещё другой талант. У него другой талант. Талант рукоделия и умение... С металлом работать. Да, с металлом работать. И он ушёл в эту деятельность. Он ещё всегда здесь, да. Он здесь так и работает. А за что его судили? Ковать вот эти вот оградки. У него, кажется, артель Красный Дракон. Да, мне сейчас уже не надо. Сейчас она не Красный Дракон. А как? Сейчас не Красный Дракон. Сейчас что-то там... Ну, а какая была раньше-то? Раньше, ну да, да, да. Ну, из-за этого я его тоже говорю. Красный Дракон же, ты чё, назови по-другому. Ну, у него пламя там вылетает из горна. У него КГБ, которая ограда, это всё он, говорит, делал. Он очень хорошо зарабатывает. Вот. Ну, и перекликается это с тем, что я вчера буквально, нет, позавчера набрёл в интернете информацию о том, что я удивился. Я знал, что наши священники благословляют и окропляют эти ракетные установки. Бронепоезда. Бронепоезда и ракетные установки под названием Сатана. А вчера я узнал о том, что в Московской Патриархии есть военный отдел. Это прямо вот на фотографиях. И фотографии там посвящены тем, что готовят военных священников. Палковые называются. Палковые священники. Да. Забрасывают их в ВДВ. Их вот там, значит, они прыгают с парашюта, готовятся, значит, как вот, где, в каких местах. И там вот полевая церковь, полевой храм там, значит, там иконы. И вот они там их... Их действия военные. Окормляют. Окормляют, да. Окормляют. Отравляют. Так что вот это вот жуткая система. Вот именно. К кому мы пришли? Вот они его и убрали. Не надо больше о Данилисе свою. Молитесь за него там сами. Ну, а Владимир, я хочу призвать тоже. О чем мне? Мне только ему молиться. Не за него, а лучше за меня. А вы думаете, почему батюшка спрашивает? Ну, кто вот у тебя есть священник в России, который полностью от и до тебя поддерживает? Зачем он такой вопрос задает? Знает, что никого нет. А? Знает, что никого нет. Ну, понятно. Он знает. Поэтому вопрос задал. А с какой целью он задал? Провокация. Ну, он задал с той целью, чтобы до конца выяснить, какая у вас позиция. Вот. Вот. Правильный ответ дает. И через это показать, что... Да. Что вы не правы. Вот так. Да. Как так? Ни одного нигде нет. А что удивляться-то? Один пророк Иеремия действовал на весь Израиль. Все патриоты освещают танки, все набитные машины. А он говорит, отворите ворот и запустите врага. Единственное спасение. Один-один. На всю страну. А что это? Как Михаил говорит, от меня Дух Святой вышел, что тебе, говорит. Он говорит, пятый угол будешь искать, узнаешь что-то. Я хотел еще сказать к этому всему, единственный момент мы не проверили, чтобы прямо из нашей среды был священник. Батюшка, он не из нашей среды, наш батюшка, он же из Московской Патриархии. Потом дальше. Зарубежного, ни одного истинно из зарубежной среды священника у нас не было. Может быть он к нам прижился бы. Никто не знает. Они немножко там другие все-таки. Их там, как говорится, в задницу не жарили, как здесь. НКВДшники. Ну, нет, мы не знаем, как бы он тут повел. Возьмите этого Даниила. Даниила, который, не Сысоева, который с этого, с Ишима приезжал к нам. Когда его тут разложили, он такой, все, тут он как петушком ходил, а когда разложили ему тут все, как начали, когда он сказал маме-то моей, да да, я бы и котлеток поел давать, да и молочка пей там в пост. И когда ему это начали все, он как так, это и каноны перед ним поставили, он ничего не знал. Это до такой степени подействовало, все-таки какой открытый человек был, что он пришел к епископу нашему Евтихию и отпросился за штат. И ушел, говорит, я, говорит, не имею права служить. Я, говорит, кто такой-то? Вы что мне ничего, говорит, не рассказывали-то? Давай, служи, служи. Когда он служит, он приехал сюда, ему сказали служить, когда у Тани Бруяк было. А он говорит, я, говорит, зашел служить в Антаре, не могу служить. Какой народ, как себя люди ведут? У меня, говорит, руки дрожат, говорит, я боюсь чашу уронить. Все знают, спросить нечего, значит, стоять тихо, ну, это верующий, настоящий. Я, говорит, не знаю, как службу начать, он все забыл здесь. Ну и вышел за штат, и теперь у него своя жена, там, дети, вот только осталось, а то он отошел, все правильно. Вот штука-то какая. Ну, все, кто касается здесь, рядом с нами, вот эти люди, они тогда, а почему? Потому что, ну, я не знаю, вот даже то, что вот как вы, сестры, задаете вопросы, это уже, слава Богу, хоть такие вопросы. Вот это вот все так действует на них. Они так к этой пастре не привыкли. Вы сами не понимаете, кто вы такие уже. Вас, вы нигде такие не нужны. Ни к одному епископу, ни одному священнику здесь. Если вы понимаете, вы столько знаете, и я с этим соприкоснулся сразу же с первых дней, как попал в православную церковь. Я Библию им цитирую и спрашиваю, а о чем тут говорится в Библии? И священники от меня вот так вот шарахают. Это на Колыме было. Я думаю, а в чем дело? И я вдруг догадался, Бог мне, ну там среди, когда они беседовали, я слышал у них беседы, и они никогда Библии не касаются. Никогда. Ничего. И я потом, и до меня дошло. А может он просто не знает. Там отец Вениамин такой был, ему сколько, а сколько батюшка вам? Ему 28 лет. 28. И он всегда сидит и четко его так перебирает. Четко все. Ему делать нечего. А у меня как раз безработица была. Еще это золото там мыть. Это кошмар, короче говоря, работа такая, лопатой ты накидаешься. Я думаю, ну вот так вот ты сидишь, перебираешь, его супом накормили, постель уложили. Он опять, я спрашиваю, батюшка, а что он будет с моими родными? Они не уверовали. Вот я уверовал, я царство небесное, мне значит Бог приуготовил. А их как? Как им показать веру-то? Как об этом говорить-то? Как? Что нужно? Да ничего. Ничего. Не отвечает. Сидит, молчит и все. Я говорю, батюшка, ну вы что скажете? Сидит так, улыбается и молчит. И он промолчал. Он ни одного слова не сказал. Я просто подумал. Ну или дурак, или не знает. И потом начал, когда с отцом Сергием уже, храм святого духа, это в Магадане, настоятель, беседовать с ним. И он говорит, ну не все же так подготовлены. Видите, не все так знают Библию, как вы. Я думал, вот это да. Я говорю, как священники не все знают. А я думал, что все, кто священники приходят, они наизусть знают Библию. Потому что до такой степени меня поразила эта книга. Там же закон на законе, что ни строчка. А если ты не знаешь, как ты будешь другого-то учить? И тут они, и вот с отцом Михаилом столкнулся, когда с фастом, он мне начал немного говорить. Да ты чего, такой меркой нельзя к батюшкам подходить. Ты чего? Я, говорит, хочу показать тебе, как, говорит, вообще, ну что такое православие. А я говорю, в монастырь уйти. Я начитал всяких книг-то, Житий Святых. Монастырь там-то, вот ты спасение все. Он говорит, я тебе как монастырь покажу. И повез меня в Магадане, в монастырь. Я посмотрел там. А у них такой вопрос. Выходит, там отец Никон, молодой, 30 лет ему. Вышел такой. Ну что, батьки, где молиться будем в воскресенье-то это? Они, ну давайте здесь. А у них в монастыре такой храм такой интересный, такой своды у них вот так. И вот так вот он как полутруба идет. А там так алтарь. Ну так приятно так вообще, такой интересный храм сделал. А он, ой, батьки, что-то не охота мне. Литургию. Давайте поедем лучше к отцу Сергия. Они, ну, отец, мы же уже там третью неделю не молимся. Ну давайте еще вот разочек это. Ну хорошо. А я подхожу, там у них это поминание. А поминание, забито все уже. Как раз же это 94-й, 5-й год. Переход вот этот. Люди все туда к ним идут, в этот монастырь. Все хотят спасти свою душу. Прям души прям живые, кажется, облепили там. Сколько у них там еды? Натаскал. Я говорю, откуда у вас такая еда? Красная рыба. Красный икра. Горы стоят. Да как бабки-то, говорит, несут и несут. Надо же, говорит, есть, съедать. Я на это все посмотрел. А я говорю, а куда деньги-то дать? Я напоминовение от своих родственников дам. Я ему даю тогда 70 тысяч. Ну это солидные деньги были тогда. 70 тысяч даю. Он такой взял. Ну давай сюда. Раз так в карман сунул. И пошел. Я говорю, а это, куда? Нет, каких 70 миллионов, 70 тысяч? Перестаньте, не подправляйте потом, скажите свое слово. Я говорю, а это, а куда поминальник-то сунуть? Имена-то? А, имена-то? Да куда-нибудь туда там сунь. И вот это вот такими все движениями. Он не понимает, с кем столкнулся. Просто. А я-то по-серьезному подхожу. Я же верующий. Я посмотрел, я думаю, или поминальники эти не нужны сто лет. Или это такой поп-никон у них. А он архимандрит. Они его там навеличивают. А я смотрю на него, они для меня как голые стоят. Голые, тщедушные. А я-то парень качался, я-то крепкий вообще. Меня с ними поставят голым, наверное, посмотрят на меня. Я думаю, это кто такие вообще передо мной? Приезжаем в епархию. Меня тут же ведут, показывают Ростиславу, епископу. Он меня увидел. Поговорили. Он, слушай, у меня священники нужны. Я вижу, этот парень серьезный. Давай это, я тебе рука положу сейчас. Я говорю, что, прям сейчас? А что тянуть-то? У меня-то, говорит, балду, но я балдуй. Я говорю, не, я на работу вообще-то еду. Я не ожидал, что меня... Ну, давай, говорит, приезжай ко мне, я тебя рука положу. А я потом отца Михаила спрашиваю. Говорю, а как этот чел? А что, говорит, он быстро, за три дня, говорит, ты священником будешь. Я говорю, а что три дня? Ну, говорит, сначала, говорит, у тебя подьяконы, потом в дьяконы. А на третий день, говорит, священником. Я говорю, здорово у вас. А мне потом что делать-то? Я не ученый, ничего. Да побудешь тут немножко, у нас-то много тут, все такие. И я говорю, не, надо подумать. И вот так вот оглядел я это все православие когда. И мне вот сам этот ростислав. Я говорю, я в монастырь как-то хотел. Он, не, не, подожди, не торопись. Монастырь только не торопись. Я думаю, епископ такой говорит, чтобы в монастырь не торопиться. Я говорю, а жития святых? А как же добротолюбие? Он, ты что, добротолюбие читал? Я говорю, ну да. Эээ, подожди еще. То есть они сами этих книг-то боятся или не читали. И раз Библию не читали, я думаю, что и добротолюбие никто из них до конца не прочитал. Иначе они бы с ума сошли, что они уготовили себе и душам другим еще. Поэтому этот вопрос, который вот сейчас задел Игнать Тихонович, это не просто вопрос. Это наиважнейший вопрос. Пастыря-то нету. Да, считаю, что у вас-то из каких? Да, все уже закончено. Закончено? Благодарим Богу. Пожалуйста. Закрой на этом месте. А где закончились? 16-й стих закончились. В какой главе? Глава 15-й стих 16-й. Видите, полное воединение трудно искать, но в общем не хочется, хотя бы в общем. Это римлянам, да? Подойти и благословиться, послаловаться и скорее спрятаться. Аминь. Божьей милостью будни и грешеным. Создавай мне, Господи, помилуй меня. Бесчиславися и грешил, Господи. Прости меня, грешеный, помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Сарю небесную, утешителю души истины, иже везде, сын, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, прииди вселесовные, очистенные от всяких скверных, спаси блажей души нашей. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный. Помилуй нас, святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый и посвяти, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Отче наш, ежеси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же, и мы оставляем должником нашим И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, и от Твоей царства силы и славы во веки, аминь Господи, научи нас по всем доверяться Тебе, слышать голос Твой, поступать по повелению Твоему Свято исполняя законы и заповеди Твои, сохрани нас от заблуждений, от ересей и сект Слава Тебе, укрепи святую и православную веру, и освободи от всего на нас нового, ненужного, вредного Благослови Патриарха Кирилла, епископа, священников, исправь и наставь на путь спасения И правителя этой страны, вразумей, наведи страх Твой на них, дабы они знали, что над ними Ты есть царствующих И Господь господствующих, и продли еще мир на земле Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух, аминь Будьте довольны тем, что у нас есть Вот говорили вначале тогда, вот, этот, Хихон, архиепископ, Омский Вот, Антоний Орлов, это, он сейчас зарубежный, это зарубежный, который церкви Агафангел, Одесский, вот тогда был, этот, Валентин, сейчас Федор у них, там, митрополит Мы никому такие не нужны, мы, понимаете, мы были бы как все, но в нашу жизнь вторглась Евангелие 27 сентября 62 года, Библия А вы-то уже здесь, вот, то есть, я знаю, откуда у вас это все И когда на первом месте православия стоит Библия, ты делаешься врагом среди своих Они меня ни в чем не могут обвинить У нас строго православная вера Но, в сравнении с Евангелием мы сравниваем Вот они сейчас опять, которые делились, опять у них свои чудотворные иконы Свои канонизации опять пошли, и мне книги они присылают Вот я сейчас, ну, сегодня, Элизатор, если я напишу этот ролик к мощам, о мощей Они будут лопаться от злости, но сделать они ничего не могут Я ни на что не нападаю, я просто показываю Евангелие И вот мы православные в сегодняшнем виде, мы совершенно другие У нас не евангельская вера, это доказывать даже не надо Спасительная евангельская вера, православие это святая вера Но туда-то натолкали столько сегодня, и надо суметь это с этим разобраться и не переборщить Это смиренно мудрое Вот нам епископ запретил три года говорить о русском языке Мы три года молчали, но служили на русском, но нигде в полевики не вступали Мы подчинились Он на меня, как только епископ пошел На закону славянском мы служили Я сразу сказал, он меня отлучит За то, что я сторонник русского языка На славянском служили На славянском служили-то мы, не на русском А вы сказали, что на русском А мне показалось на русском Я сказал, ну ладно, он меня отлучит Я уже присмотрел место, где я буду стоять в коридоре Я подчинюсь всем его прещения А не так, да видал я его, кто он такой Даже разговоров нет Я сразу ему подчинюсь Но запретить проповедь он мне не может Ни занятия в университетах, нигде Я тут ему совершенно не досягаем И он сам пришел на занятия Епископ сидит И по-хорошему пошли Сам меня рукоположил в чтецы Чтобы я мог в церкви проповедовать Это вообще чудо какое-то Наш епископ, это чудо Чудо в самом положительном смысле Что он здесь был У нас терпел Как он мог терпеть, я даже не знаю А потом сам стал на русский язык переводить молитвы Как это черкаса пишет Непонятно как В сторонниках церковно-славянского языка И в тихие корочкина Как-то братья Лапкину сумели так повернуть Что он сам стал на их стороне А мы об этом не думали на нашей стороне Мы просто говорили Лучше пять слов на родном языке Чем тьму Десять тысяч на незнакомом языке И вот сейчас Такие, как мы есть Мы никому не нужны Не просто не нужны Мы враждебные Хотя мы ничего не делаем Я просто буду приходить Стоять и молиться А вокруг меня Как у этих, называй, Таура будет Они не будут подпускать Они будут все время клеймить Теперь меня спрашивают А как на вас это влияет? Никак У меня поговорка такая Старого быка Чем больше пьют, тем шкура толще Они ничего не могут сделать? Никак И в тихие Последний раз, когда был здесь Он сказал Вам никогда, Игнатия, не завинить Никак У него все по слову Божию И сказал я В епархии Вот и все Эти слова его остались Как памяти И сегодня На настоящий момент Мы должны время от времени Хотя бы подумать А что будет с нами? Еще когда ничего не было Волноваться Я сказал Волноваться не надо Мы признаем храм Московской патриархии Пришло воскресенье Пост Сходили, причастились Опять дальше живем Мы молимся Они с нами ничего не сделают Они нас будут вылавливать И не будут допускать до причастия Мы это не испытывали Попробуем Посмотрим Когда всех они запретят Вот здесь Господь Грядит тогда с бурей своей Пусть сильнее Грянет буря Так что Нас они Обвинить А я просто Напрашиваюсь Пусть они Синод вызовут Пусть по порядку Книги берут На каждую книгу Посадят там целый коллектив Учителей своих И меня вызовут Но только во свете Библии А если скажут А мы будем говорить Вот как сегодня принято Я разговаривать не буду Зачем мне это нужно Суд должен быть праведный Справедливый По святой Библии Вот такая ситуация наша На меня это никак не действует Я продолжаю свое дело делать Я другого не знал Гонители всегда было много Как апостол Павел Всегда смотрите на эту цифру 50 Ну однако Вы же вот сейчас Сказали слово И очень И очень прекрасно Все им Рассказали В целый час В епархии И что И нигде никаких Ну опять же Это Бог сделал Они же отказались А тут пришли Мы снимаем Корреспондентов Призвали И они в полное молчание Молчание Они здесь Когда там были на горху Хотели сломить И когда стали беседовать Я вышел А местный епископ Прошли Да что Не придет Игнатий А Евтихий говорит Нет Он никогда не придет туда Я на это не пойду Мы с вами договорились Вы слово ломаете В одностороннем порядке Договор разорван О чем мне говорить Вероломство Это по мне не подходит И тогда пришли к нам Они уже специалист На тренажнике Вот такие вот Начали снимать Но это стоять надо было Надо было претерпеть Вот и все Мы их По-христиански Любим Мы хотим Чтобы они не были Заразными Чтобы они связывались С властью Не подыгрывали Этой власти Без этой власти Они ни шагу Не шагнуть Никуда Надо заранее Это готовится Оно не могут Они увязываются А нам власть Как? Мы зарегистрировались Сейчас выставим На Как там Сайт Этой Юстиции Нашей Предмила Степановна Это все правильно сказал Что мы делали А сколько зарабатывали Это мы пожертвовали За один За три месяца Одну неделю На 3 миллиона 150 тысяч Они этого не видали В отчетности Никогда Я укажу сколько Семь тонн литературы Не забудь цифру поставить От Москвы до Находки Прошли мы И чтобы так Жертвовали Где-то Не у сектантов Нигде этого нет У нас ничего нет Мы самые Найбеднейшие Но в то же время Мы богаты Как они сказали Под каждую заплату Миллион зашит Вот и все Миллион берег Братья и сестры Я С 8 числа Еду На лечение В Яровое Так что Как вы путешествуете Прошу молиться До 28 То есть На 3 недели Рыба у нас разрешается Наешься рыбы 7 мая Рыба Это почему Благовещение А в апреле Благовещение Послушайте Благовещение До конца поста Я видимо С 7 должен буду поехать А как у нас будет С маляным стоянием обстоять Дело Ну а как Так опять соберемся Пятая неделя Пятая неделя Среда Среда вечера Среда вечера Добунов Игорь Владимирович Будет считать Надо будет подготовить Сколько там Потому что На 3 части Делите и все Легко делить Это намного легче Четверг масла Полный канон Средка Пятая неделя Почему На следующий день Нам разрешается С маслом Кто на олене будет Нет там среда Льгота Страститель Среда Среда Тогда закройте здесь все Среда Только в четверг Масло В четверг Масло Четверг разрешается Если поработал Дай Дай